Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Методично и аккуратно. Дирекция благоустройства продолжает очищать от снега Рязанские улицы. Новая схема, когда обманут по собственному желанию. Шлейф Гольфстрима. Февраль обещает быть теплым. Дирекция благоустройства продолжает уборку снега с улиц Рязани. Этой ночью вывозили снег с улиц Гагарина, Свободы, Полонского, Праволыбецкой, Первомайского проспекта. А сегодня коммунальщики работают в поселке Шлаковый. Пока нет снегопадов, дирекция благоустройства города методично зачищает от снега целыми микрорайонами. Для обработки дорог общего пользования уже использовано 33 тонны реагента. В городе работают комбинированные дорожные машины. От снега также освобождают мосты и путепроводы. Поступает много обращений от жителей города Рязани по поводу невывоза снега с дорог, где у нас предусмотрен такой вид работ, как грядирование. К сожалению, грядирование при обильных снеговых осадках не позволяет в нормативном виде содержать дорогу. Поэтому на сегодняшний день администрации города Рязани и дирекции благоустройства города организованы работы по вывозу снега с таких дорог. Сегодня Аврал в микрорайоне Шлаковый. Техника работает на улицах Разина, Пугачева, Трудовая, Ломоносова, Телевизионная, Бабушкина. В общем, все силы задействованы максимально. Накануне городские власти обратились к жителям микрорайона с просьбой убрать припаркованные автомобили. Хочу сказать сразу спасибо за молниеносную реакцию жителей. Действительно, автомобилей на сегодняшний день на улицах данного микрорайона было гораздо меньше, что позволило нам эффективно эту работу организовать. Я думаю, что сегодня к концу дня, может быть, немножко захватим ночь, эта работа будет выполнена. В таком же режиме мы будем отрабатывать остальные микрорайоны города. Еще один проблемный микрорайон – Дашково-Песочня. К уборке здесь приступят в самое ближайшее время, также методично и скрупулезно. Аферисты регулярно придумывают все новые и новые схемы обмана. Даже телефонное мошенничество, казалось бы, исчерпало себя. А нет, появились новые подходы. Проходимцы стали наглее. В этот раз схему мошенники придумали новую. Позвонили пенсионерке под видом сотрудника МТС. Спросили, хотела ли она менять номер телефона. Когда узнали, что нет, предложили сверить паспортные данные. Просто так, для проформы. Сверили и забыли. На два дня. Проходит два дня, и мне звонят с госуслуг. С госуслуг. Представляется, что начали с того, что сразу начали меня ругать. Вот мы из Центрального банка. Вы дали свои данные. И теперь по этим данным могут взять и кредиты. Сейчас пенсионерка вспоминает, какое было сильное психологическое давление. На нее ругались, чуть ли не кричали. Как она могла данные своим мошенникам рассказать. Но ничего, сказали по телефону. Выход есть. Позвонили на WhatsApp, попросили нажать пару кнопок. И вот они уже подключились к телефону удаленно. Понимаете, вот это все давление. Такое чувство, как будто ты теряешься. Ты не теряешься, как под гипнозом, что ли. Вот такой вот, что хочешь выйти, и не получается. Я пыталась отключиться, и никак не могла. А дальше все стандартно. Также удаленно взяли кредит в МТС-банк на 456 тысяч рублей. Еще на 60 тысяч в другом банке. Плюс сняли все деньги с карты. Точнее, попытались. В случае с банком сработала система против мошенников. Перевод заблокировали. Тем не менее, два кредита больше, чем на полмиллиона, на женщину уже оформлены. Плюс проценты. Как лжесотрудники ФСБ, так и лжесотрудники Центробанка присылают гражданину либо на WhatsApp, либо в Telegram, Messenger, фотографии якобы своих служебных удостоверений, еще какие-то документы. Это однозначно мошенники. Это поддельные документы. Так как настоящие сотрудники никогда по сети интернет фотографии своих служебных документов не будут пересылать. Это служебные персональные данные сотрудников. Однозначно, это обман. Это мошенники. Стоит немедленно разговор просто прекратить. То есть гражданину никакая ответственность не будет грозить за то, что он просто прекратил разговор. Классические схемы – ваш родственник попал в беду, звонок из банка никуда не делись. Но сейчас появились и новые – звонок из госуслуг или звонок о смене номера. Естественно, это тоже мошенники. За 2023 год зарегистрировано более тысячи мобильных мошенничеств. Стандартная схема обмана – это звонок под видом сотрудника банка, гражданину. Но мошенники в настоящее время более изобретательными стали. Раскрываемость мошенничеств по всероссийской статистике – 22,8%. Даже по ЦФО показатель не сильно выше – 25%. Грубо говоря, раскрывают каждое четвертое, а то и пятое дело. Потому лучше трубку положить и для собственного успокоения перезвонить в тот же банк или МВД. Тому, кто звонил. Уютный антураж обеспечивает комфорт и гармонию в доме. Тюль, шторы, постельное белье. На выставке в КВЦ АК есть расцветки и материалы на любой вкус. Здесь же можно приобрести уникальные зимние унты. Каким бы ни был интерьер в вашем доме или квартире, текстиль преображает его и создает уют. Шторы правильно подобраны. Они превращают комнату в уголок, куда хочется возвращаться. Здесь, в КВЦ АК на втором этаже работает выставка продажа, которая удовлетворит самый взыскательный вкус. В ассортименте турецкая сетка с вышивкой и портьерная ткань. Лен, вуаль, органза. Шторы «Блэкаут» – идеальный для спальни вариант, ведь они абсолютно не пропускают свет. Узнала по телевизору, реклама шла, я посмотрела, мне нужна кухонная шторка. И я пришла выбирать сюда. Мне все здесь понравилось, здесь все красиво, все удобно. Мальчики показывают, рассказывают, предлагают. Все замечательно. Среди представленных здесь товаров много классических моделей, которые никогда не выйдут из моды и подойдут к любому интерьеру. Если вы ищете шторки на кухню, вы также по адресу. Вариантов много, а цены начинаются от 300 рублей за комплект. Здесь же можно приобрести покрывало, подушки и одеяло по привлекательной цене. Как и комплекты постельного белья, уже готовые в разных размерах и расцветках. Или купить сатин, понравившийся расцветке и сшить самим. Цена ткани от 100 рублей. Я постоянные покупатели, когда ребята приезжают, всегда прихожу. Очень приемлемые цены, ассортимент у них очень большой, обслуживают очень хорошо и культурно. Так что я призываю всех жителей города Рязани и области, чтобы они посетили обязательно. Я покупала и шторы покупала, и на кухню покупала, и в несколько комнат покупала. Вообще я очень довольна. Зимой хочется не только создать уют дома, но и обеспечить комфорт для собственного тела. Лучшее решение для рязанской зимы «Унты» тоже представлены в залах КВЦАК. Это обувь, изготовленная из камуса оленя и лося. Камусом называют шкуру с голени животных. Она прочная и обеспечивает надежную защиту от ветра, влаги и холода. Трехслойная подошва тоже станет решением множества проблем для тех, кто искал идеальную зимнюю пару. Первый слой – каучук, он не скользит зимой. Второй – прессованный войлок, он не пропускает холод. Внутри – овчи на ручной выделке. Комфортно. Они легко себя ведут. Очень тепло, понимаете, потому что у меня ножки старенькие, больные, поэтому мне это очень удобно. Каждая пара неповторимо сделана вручную и зарекомендовала себя после многолетних проверок якутскими морозами. Мороз минус 40 в этих «Унтах» будет для вас нипочем. Выбор расцветок на любой вкус, широкий размерный ряд и цены от 5000 рублей. Все это весомые аргументы, чтобы выбрать пару именно здесь. Купить товары для домашнего уюта и стильные теплые «Унты» можно в выставочном центре АК по адресу улицы Есенина, 80-1. Выставка-ярмарка работает до 4 февраля. Ежедневно с 10 до 19. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыба «Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер». Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорывица – все производителя! С 29 января по 3 февраля. ТЦ «Премьер». Рязанка Алина Гузикова – серебряный призер Кубка России по тяжелой атлетике. Это стало известно после выступлений спортсменок весовой категории до 45 кг. В двоеборье она показала в сумме результат 138 кг и опередила на килограмм Ивановку Дарью Лебедеву. Это позволило ей занять вторую ступень пьедестала. Добавим, что Алина – спортсмен-инструктор Рязанского центра спортивной подготовки, воспитанница спортшколы «Лидер». Гольфстрим подогрел воздушные массы, поступающие в Россию. И синоптики ожидают теплый февраль с обильными осадками, в частности, в Рязани и области. Чего еще ждать от погоды в ближайшее время? Смотрите далее. Последняя январская неделя и наступающий февраль на русской равнине находятся под влиянием теплого дыхания Северной Атлантики, пишет портал о погоде «Метеовести». Цитируем. В атмосфере установится почти зональный перенос воздушных масс, подогретых гольфстримом с температурным фоном на 5-7 градусов выше положенного по климату, сообщают синоптики метеоцентра Фобос. Таким образом, погода в конце января в плюсе, пасмурно, с высокой концентрацией облаков. Февраль 2024 стартует также с плюсовых температур. Днем до плюс 4. Вместе с оттепелями прибудут влажные снегопады. Не исключено, что местами пройдут очаговые ледяные дожди. В пятницу 2 февраля прорвется холодная фронтальная система с порывистым ветром, метелями и обратным суточным ходом температуры. Днем 0-5, на дорогах сформируются гололедицы. В ночь на субботу подморозят до минус 5-10, а днем очередной Атлантический циклон выдаст порцию снегопада. Дневная температура будет составлять от 0 до минус 5. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье. В целом, по погоде на весь февраль синоптики характеризуют его как теплый. Вероятно, на 2-3 градуса Цельсия выше нормы. И снега будет предостаточно. По предварительным прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза. Выставка продажа в КВЦ АК снова ждет рязанцев в гости. Горожанам уже успел полюбиться ассортимент морских деликатесов с Камчатки. По словам продавцов, неизменный вкус и свежесть – это главный критерий, почему очередь к прилавкам не заканчивается. Очередь к прилавку торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленое и холодного копчения. Ну и, конечно, царица Мария Чавыча. Красную Чавыча, врачи говорят, есть надо. Ну, малосоленая красная рыба такая вот, то, что они вот продают. Окунь, горячее копчение. Потому что я уже брала белорыбец, я тоже пробовала. И масляную пробовала, и Чавычу пробовали. Вот. Ну, из-за всего мне Чавыча больше всех понравилась. Чавычу пришла за Чавычу. И Краерик. Брала уже. Не раз. За их богатый состав. Все там. Съел один раз утречком. Бутербродик. И на весь день хватит. Мне посоветовали Чавыча. Вот, не знаю, смотрю. Посоветовали Чавыча. Борепродукт полезный. Я все люблю. Все люблю. Потому что полезный. Я не первый раз здесь покупаю рыбу, но Чавычу покупаю первый раз. До этого мы покупали белорыбец. Вкусная рыба. Все брала. Всякую рыбу брала. Понравилась? Мне по тверь же рыбы полтуз. Также в ассортименте выставки печень трески. И камчатский деликатес икра горбуши и нерпы. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы. А также активизируют обмен веществ. Известный факт, что красная икра является источником легко усваиваемых белков. Богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, В, фолиевой кислотой. Содержит поленасыщенные жирные кислоты. Икра, чавыча, очень вкусная. Замечательная. С маслецом, с хлебушком. Прям великолепная. Они в тот раз приезжали, мне понравилось, я хочу еще взять. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать. Оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Есенина, 80-1. Выставка-ярмарка работает до 4 февраля. Ежедневно с 10 до 19. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова